Мёд полезен для здоровья. Во всех отношениях он полезен. Фарида Менгареева на ярмарку приехала из Калтасинского района с полными банками мёда. И чтобы помочь нефтекамцам с выбором того или иного сорта ароматной сладости, она готова рассказать о полезных свойствах каждого вида. Такими обширными знаниями о товаре может похвастать любой поставщик продукции, будь то производитель мяса, овощей, фруктов или молочной продукции. В субботу на Центральной площади собрались около двух сотен таких сельхозпроизводителей. Каждый год выходим на ярмарки. Сегодня погода хорошая, ярмарки нужны, конечно. Цена дешевле. Поставляем молоко, молочную продукцию по городу Нефтекамску и по регионам. Агидель, Нефтекамск полностью обслуживаем, Татышлы, Берёзовка, весь Краснокамский район и ближайшие районы. Посмотреть и купить необходимые продукты пришло немало нефтекамцев, что ещё раз доказывает популярность ярмарок среди населения. Привлекают такие мероприятия горожан разнообразием, качеством и низкими ценами на товары аграриев, которые приехали со всего северо-запада республики. Как и в прошлом году отличились колтасинцы, которые привезли около 60 машин продукции. Люди покупают то, что им надо. Вот у меня, например, огорода нет, я тоже ищу, смотрю, где лучше подешевле. Каждый год приходим, всегда закупаемся здесь. То, что не вырастили в огороде, то, что не удалось вырастили. Можно доверять, конечно, лучшей ярмарке, потому что больше гарантий, что она чистая продукция, не так, как в магазине. Да, здесь лишнее, чем в магазине. Но попозже ещё дороже же будет. Ну, на сегодня хитинговали. Покупают в основном мясо. Его, кстати, распродали уже к обеду. Говядину и свинину можно было купить по 220 рублей за килограмм, баранину – по 230. Горожане хорошо брали и овощи. Лук – по 13, морковь и капусту – по 15, свеклу – по 20 рублей за килограмм. Стартовав с 10 утра, ярмарка продлилась до 4 дня. За это время было реализовано более 85 тонн сельхозпродукции. Следующая ярмарка состоится 27 сентября также на центральной площади города. Лилия Ахметова, информационная программа «Ежедневник».